мариную томаты черри что мне для этого понадобится томаты непосредственно сами молодой чеснок почему молодой потому что он более ароматный и питательный укроп свежий душистый перец и черный перец горошком а также сахар соль уксус и один листик лаврового листа чеснок для маринования овощей можно использовать вместе с кожицей чтобы он больше отдал аромата на такую небольшую баночку мне понадобится два зубчика чеснока добавляю соль одну ложку без горки 2 чайные ложки с горкой сахара около 10 горошин душистого перца столько же можно добавить горошин черного перца 1 лавровый лист и сами томаты томаты черри маринуются очень быстро пожалуйста не передержите их иначе они станут очень мягкими потому что они должны у вас лопаться во рту теперь уксус примерно около 70 80 грамм пришло время добавить укроп укроп как вы уже заметили я выкладываю целой веточкой что потом его можно было удалить чеснок вот такая вот красота у меня уже получается ну все вот начинает уже булькать я перекладываю томаты в банку удаляю укроп если вы планируете есть эти томаты уже буквально через пять дней то укроп удалять не надо но если вы планируете их есть через месяца два или шесть месяцев то обязательно надо удалить укроп теперь заливаем рассолом буквально через три дня уже их можно есть закрываю банку и помещаю для дальнейшей пастеризации в аэрогриль если у вас дома нет аэрогриля воспользуйтесь традиционным уже всем нам известным способом то есть поместите банку в кипящую воду но обязательно подложите пожалуйста тряпочку чтобы ваша банка не лопнула пастеризовать я буду 10 минут при температуре 150 градусов итак прошло 10 минут аккуратно достаю ее ну вот маринованные томаты готовы храниться они могут до 8 месяцев при комнатной температуре и в холодильнике на 5 минут и 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